Я думаю, получилась интересная игра, особенно для болельщиков. Мы прекрасно видели, как публика приняла Салманду, очень дружелюбно. Мы со своей стороны постарались сыграть в активный футбол, интересный, и все, конечно, получалось. В какой-то мере качество поля для нас непривычно, и мы не играем с этими мячами, у нас совершенно другие мячи. Ребята жалуют, что уже на разминке почувствовали совершенно другой отскок. И, может быть, вы видели, иногда игроки наши в каких-то эпизодах по Скорзунскому падают только по через мяч неудачного. То есть, честно скажу, мы так и не смогли на протяжении всей игры приспособиться к помощи. А так, в плане самоотдачи, желания, старания, эффективности, никому нет. Ну и еще, наверное, в смысле, быстро забитый мяч, может быть, в какой-то мере сыграл какой-то момент, мы немного успокоились, а соперники мало пропустили мяч, дальше уже что, надо играть, надо атаковать, и как-то игра сразу хорошо у хозяев наладилась. Честно скажу, мне очень понравилась команда, очень понравилась. Пожалуйста, вопрос. Сегодня Торпеда играла, хотел победить на классе или все-таки Калуга подавилась за счет того, что и на Калугу была активна и хорошо играла? Ну, я на протяжении вот этих трех дней ребятам постоянно говорил, что у нас не такой пока класс, что мы можем выбрать игрой на классе. Мы говорим, что будет очень сложная, футборная игра, а так она и получилась. Вот, еще раз, и у нас были хорошие моменты, и у хозяев были очень хорошие моменты. Особенно в концовке, когда там Лунёв на самом лесочке и поймал. Ну, где с ним недооценки соперников не было. Мы настроились, настраивались на серьезную и сложную игру, а вот такая получилась. А какие задачи вы так ведете? Ну, первая задача, которая ставила руководство, пройти этот этап и собирать с командой премьер-лиги. На данный момент она решена. Понятно, что соперник лениновостей клуба, для команды премьер-лиги, для нас очень сложно. Ну, это же кубок. Здесь с Альгой все можно решиться в одной игре, как и сегодня. Она могла сложиться совсем по-другому. Ну, и как характеризуется игру Калужанина в вашем составе, Ван Родин? Ван Родин вас приветствовал весельной части чемпионата. И, как сказать так, потихоньку прибавляет. Уверенная гратица. Ну, что раз не видели, вы сегодня место у нас составе. Ну, хотя еще раз, как ему, так и многим ребятам в нашей команде очень много работы прибавляет. У нас в команде он как-то полноценный игрок и игроков, которые попадают в восемнадцать. Поздравляем торпеда с проходом удачи. Пожелаем удачи. Искренне. По нашей ситуации, ну, ребята горели желанием выиграть сегодня. Очень хорошо настроились. Показали содержательный футбол за эти 90 минут. Причем, вообще, я так понял, что это был праздник футбольной колонии. По большему таких. По развитию событий, конечно, пропустил гол на первых минутах. Со стандартами. И вообще, начало матча, ну, вот, чувствовался мандраж, чувствовалось напряжение у игроков. Где-то сказывалась не точность передач, не точных передач в растейших ситуациях ошибались. Но потом наладили. Многое получалось. Может быть, не получалось где-то в завершении. В первом термине не хватало конечного паса. Были хорошие моменты, когда уже надо было выложить игроков. Вложить много. Мы этого не смогли сделать. А так, самое главное, было направление, было движение. Были хорошие свободные зоны, куда игроки открывались. Вот это радует. Так что, я думаю, мы движемся в правильном направлении. Сегодня в классе не уступили, может быть, более классному сопернику. Даже не смотря на то, что такие игроки как Денис Боянцы были на поле. Чего же это в итоге тогда не хватило? Пресловутый опыт или какой-то, может быть, удача? Ну, конечно, опыта вообще практически нет. Даже на сборах играли с командой. Да, я бы не стал на ней ацентировать внимание. Вообще, я расцениваю игру как позитивный момент вообще в развитии клуба и в развитии футбольной команды. Сегодня было видно, что все звенья взаимодействуют, все звенья работают. Где-то, может быть, в начале чемпионата кто-то выпадал. Но за это время мы уже сумели наладить. И сегодня именно чувствовалось, что это цельный организм, который может показывать хорошую победу. Калуга сегодня уступила, но при этом привела к классному матчу. Что ребятам после этого не сказали? Только спасибо, слова благодарности. Я думаю, что таких матчей в карьерах наших футболицей будет достаточно. То есть я им все время говорю, что я не хочу, чтобы вы здесь играли, честно скажу. У нас с ними откровенные разговоры. Но вы сами понимаете, что эти слова я говорю для того, чтобы они отсюда уехали. Там дети зарабатывают, там футболный проект, там... Я не говорю даже, может быть, про формирование. Дальше нам двигаться. Стараться дальше.